Ну что, ребята, пора подводить традиционные итоги года. И на самом деле, 2022-й был не таким, каким я его себе представлял, но далеко не таким. Боже мой, за что? О, Господи! За что? А в плане игр многое перенесли. Ubisoft все осенние релизы, от Ассасина до Скаллэн Боунс, отодвинуло на 2023 год. Starfield туда же ушла, Suicide Squad и еще тона игр. Короче, все, что я ждал больше всего, было перенесено. Но так или иначе, в этом году было достаточно хороших игр. Это далеко не ужасный 2021 год. Поэтому сегодня я расскажу о пяти играх, которые реально мне понравились в этом году. Список личный, я не претендую на объективность, ибо играл не во всех играх. Каждый год выходит десятки тысяч проектов, так что поговорим о том, что я лично прошел. В общем, давайте подводить итоги. Надеюсь, у вас есть праздничное настроение. А для того, чтобы оно стало более явным, то нужно обязательно посетить новогоднюю распродажу в магазине имба Energy. Самое время сделать себе имбовый подарок. Ведь огромные скидки до 70% абсолютно на все товары уже ждут тебя. У имба появилась ограниченная серия новогодних вкусов. Кактус-клубника похож на лимонад фрусттайл из детства. Дерзкое и сочное сочетание вкусов вместе с зарядом бодрости. Мандарин самый новогодний из всех вкусов. Идеально подойдет, собственно, для поднятия новогоднего настроения и бодрости. Глинтвейн великолепное сочетание пряностей и фруктов. Все это в новом вкусе. Подойдет для новогоднего застолья. Заряд энергии обеспечен на все праздники. А еще имба усовершенствовала составы. Устранила все прошлые минусы. И сейчас вкусы стали еще сочнее и ярче. Коллекция вкусов тематическая. А это значит, что их количество строго ограничено. И попробовать их смогут только самые расторопные. Кстати, именно на эти три вкуса у имбы самые большие скидки прямо сейчас. В общем, не пропустите новогоднюю коллекцию и скидки. Все ссылки находятся в описании. На пятом месте у меня Plague Tale Requiem. Вторая часть довольно неплохой адвенчур серии. Где главная героиня и ее брат пытаются убежать от крыс и людей, которые пытаются их захватить. Ибо Юго, брат героини, обладает способностями в плане управления этих крыс. Которые на самом деле намного опаснее, чем кажется. И поверьте, на самом деле все намного лучше, чем звучит. Игра дает тебе классный сюжетный экспириенс. Все начинается с веселья и с позитивных эмоций. И все это для того, чтобы подчеркнуть дальнейшую жесть. Но если у вас есть братья и сестры, то еще и диалоги прям покажутся знакомыми. Вот чисто я пытаюсь убедить младшего брата перестать играть в Fortnite хотя бы 5 минут. Самая большая проблема игры заключается в том, что Plague Tale все же не триплей. Но она пытается копировать Last of Us. Естественно, до проработки Last of Us, Plague Tale очень далеко. То есть это восприятие игры как тлоу на минималках не очень позитивное. Ибо если разрабы сделали бы более оригинальный проект без закоса на эксклюзивы Sony, то игра ощущалась бы более самобытной и бюджетность не бросалась в глаза. Ты бы не думал все время, блин, я уже это где-то видел, и там было намного качественнее сделано. Но все равно игра неплохая. Для любителей хорошего, интересного нарратива это самое то. Игра требует 15-20 часов, никакого дрочива. И такие игры мы должны ценить. На четвертом месте Horizon 2. Игра, которая воплощает в себя мечту всех пацанов, которые родились в 90-х, начало 2000-х. Ибо росли мы на Power Rangers и Transformers. Игровая индустрия редко когда нам дает что-то про роботов. Тем более что-то крутое. Так что серия Horizon попадает прямо в точку. И драки с роботами во второй части стали на несколько голов выше. Ты дерешься на земле, в воздухе и в воде. Каждый робот имеет свои слабые и сильные стороны. Драться с ними просто кайф. Но игра очень красивая. Horizon 2 как раз из таких проектов, где эстетика и визуал это вещи, за которые реально стоит брать игру. Вкупе с потрясающим саундтреком это просто создает невероятную атмосферу. Так почему игра только на четвертом месте и почему ее так быстро люди забыли? И на самом деле все довольно просто. Помимо музыки, визуала и боевки с роботами, в игре есть и другие вещи. А именно сюжет, задания и активности в открытом мире. Сюжетка оказалась довольно непримечательной. Обычно ExoSony мы долго обсуждаем в плане истории. Месяцами и даже иногда годами. Но тут особо и обсуждать нечего, к сожалению. Задания вроде стали лучше, но не драматично. Открытый мир? Ох ты ж черт. Это опять список и задач по типу, захватя вам пост, заберись на вышку, собери аудиодневники, ресурсы и прочее. Этот подход к открытому миру просто уже надоел. Абсолютно всем. Так игры делают уже больше 10 лет. Люди просто устали от подобных опенуолдов. Второму Horizon нужно было больше сконцентрироваться именно на ее сильных сторонах. На тех же роботах, уникальные руины, уничтоженные человеческой цивилизацией и так далее. Нафиг репетативные активности и квесты от каких-то додиков. Ну не хотим мы выполнять глупые челленджи, авампосты зачищать. Ну нафиг этой игре вообще. Зачищай 17 авампостов. А зачем? Что мне это даст? А нифига на самом деле за это не дают. Обидно. Короче, Horizon 2 действительно хорошая игра. Но она слишком вторичная во всем. А то, что ее выделяет из миллиард других игр, Forbidden West не использует в полную силу. То есть игра не раскрывает до конца потенциал сеттинга, но зато дает нам контент, который мы можем найти абсолютно в любой игре с открытым миром за последние 12 лет. На третьем месте у меня Dying Light 2. Ну что поделать, ну слабость у меня к паркуру. И у игры на самом деле довольно много минусов. Нелогичный сюжет, где столько сюжетных дыр, и они настолько большие, что в них может провалиться даже бомбер. Открытый мир довольно блеклый. Этакий Far Cry про зомби. Плюс надо выделить то, что разработчики очень много врали во время презентации. Но почему тогда игра в топе? Все просто. В игре безумно интересно играть. Она затягивает очень сильно, потому что геймплейно, это одна из тех игр, где тебе тупо не хочется использовать быстрые перемещения. Я кайфовал от паркура, который стал в разы лучше первой части. Теперь он читабельный. Ты понимаешь, что и как сделает ГГ. Плюс герой не задыхается через 5 секунд бега. Город сделали еще более крутым в плане паркурных путей. Появился параплан, приспособление для прыжков, быстрого спуска, подъема, пересечения мест на тросах, переработан крюк и так далее. По этому миру просто интересно передвигаться, выполнять сайты, драться с зомби. Это реально классно. Так что игру, если воспринимать ее не особо серьезно, как какой-нибудь не особо умный боевик 80-х, то тогда игра проходится на ура. Опять же, главное не ждать от нее чего-то большего, каких-то умных мыслей, вариативности и тому подобное. И так или иначе, я очень жду третью часть. Мне хочется увидеть, как разрабы будут дальше развивать серию. На втором месте Alden Ring. Ты чего, хуйня? Давайте так. Любой нарративный дизайнер знает, что в играх есть две сюжетные линии. Сюжет героя и сюжет игрока. Сюжет героя это, собственно, история, катсцены, лоры и так далее. А история игрока это то, как ты проходишь игру. Как прокачиваешься, какую броню носишь, какой у нее цвет, в каком порядке проходишь контент и прочее. Оба сюжета важны для игр. Но есть проекты, где определенный сюжет берет верх. Например, в интерактивном кинце, очевидно, верх берет история героя. Геймплея мало и все крутится вокруг сложного нарратива. А в играх From Software все концентрируется на сюжете игрока. А нарратив подается только через записки и всякие лорные факты в описании предметов. Что как бы не очень лично для меня. Я не люблю обе эти крайности. Поэтому редко прохожу как интерактивное кино, так и игры, которые концентрируются на чистом геймплее. Все это я веду к тому, что Elden Ring оказалась исключением. В игре мало сюжета. Что-то важное тебе дают раз в 18 часов. Но игра дико затягивает. Прокачка, данжи, боссы. Я просто не мог остановиться. Где-то 40 часов пролетели вообще незаметно. Я наслаждался геймплеем, визуалом и довольно необычным способом подачи контента в открытом мире. Ты смотришь на карту и думаешь, а что тут? Надо проверить. А здесь я вижу пещеру, сейчас ее заценим. Хоть такая подача не прям идеальная, но ее необычность освежает игры подобного жанра. Ибо опенуолды уже давно стагнируют. У разрабов свой взгляд на открытые миры и это классно. Естественно, через некоторое время отсутствие сюжета героя дало о себе знать. Плюс игра начинает утомлять. Когда убиваешь уже в пятый раз одного и того же босса, когда проходишь пятнадцатую пещеру, которая похожа очень сильно на предыдущие, а в игре в общей сложности 50 данжей, то в такие моменты что-то внутри ломается. Так что игру получается потреблять дозировано. Но так или иначе, Elden Ring оставила у меня одни из самых ярких игровых воспоминаний этого года. Лучше чем эта игра, справилась только проект на первом месте. Конечно же, на первом месте новый Saints Row. Вы видели, какая молодежная, крутая, прогрессивная игра. Ха-ха-ха, да шучу я. Ладно, естественно, года у Рагнарёка игра года. Тут интриги вообще не было. Да, игра не особо далеко ушла от первой части. И довольно обидно, что метро и дваню не прокачали. Я очень люблю этот жанр и в AAA он редко появляется. Но все же Рагнарёк больше про сюжет, про персонажей и про брутальную боевку. Это вещи, которые продают игру. И которые больше всего нас привлекают в этой серии. И с этим у игры все в порядке. Сюжетная кампания Рагнарёка одна из лучших за последние годы. Персонажи настолько крутые и яркие, что мне реально кажется, будто их не использовали прям по максимуму. В игре хочется больше Тора, Одина, Химдаля. Они моментально вызывают у тебя сильные эмоции. Жалость местами, ненависть, опасения. А история Кратоса и его сына, их взаимодействие, попытки понять друг друга. Это очень трогательно и эпично. Местами до мурашек. Мне не понравилось в игре эндгейм контент. Но в остальном игра проходится на одном дыхании. Отлипнуть от игры, ну, очень сложно. Хочется узнать, что дальше. Открыть новые снаряжения. Выполнить увлекательные сайды и прочее. Просто жаль, что игры такого уровня редко выходят. Особенно сейчас это острый вопрос. Ибо у нас век донатного магазина. Поэтому такие игры я буду ценить и поддерживать. И поэтому в это обязательно играем. На сегодня у меня все. Пишите свой личный топ. Соберем 25к лайков и я сразу дропаю топ худших игр года. Обнимаю там всех. И до скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok